Наша Вселенная – это место глубочайших тайн и чудес. Она простирается за пределы нашего воображения, наполненная бесчисленными звездами, планетами и галактиками, каждая из которых хранит секреты, ждущие своего открытия. От мельчайших субатомных частиц, которые образуют сами строительные блоки материи, до крупнейших космических структур, охватывающих миллионы световых лет, космос ставит перед нами бесконечные вопросы, которые разжигают наше любопытство и движут нашим стремлением к знаниям. Одной из самых сложных загадок, которая захватила как астрономов, так и физиков, является существование темной материи. Это таинственное вещество озадачивает ученых уже несколько десятилетий. Эта неуловимая субстанция, невидимая для наших телескопов, составляет значительную часть массы Вселенной, около 27% ее общего содержания. Однако ее истинная природа остается скрытой во мраке. В отличие от обычной материи, темная материя не излучает, не поглощает и не отражает свет, что делает ее невероятно трудной для обнаружения. На протяжении десятилетий ученые пытались разобраться с последствиями присутствия темной материи. Они использовали различные методы и технологии, чтобы попытаться раскрыть ее секреты. Наблюдения за галактиками и скоплениями галактик показали, что видимой материи, которую мы видим, недостаточно, чтобы объяснить их гравитационное поведение. Звезды и газ сами по себе не могут объяснить то, как эти массивные структуры движутся и взаимодействуют. Видимой материи просто недостаточно, чтобы удерживать эти структуры вместе. Наблюдаемое гравитационное притяжение намного больше, чем то, которое можно объяснить материей, которую мы можем видеть. Это несоответствие привело к гипотезе о том, что скрытая форма материи, темная материя, должна скрываться в тени, оказывая свое гравитационное воздействие на светящуюся материю, которую мы можем обнаружить. Это невидимая масса, это то, что удерживает галактики от разлета. Традиционные теории предлагали различных кандидатов на роль темной материи, начиная от слабо взаимодействующих массивных частиц, также известных как вимпы, до стерильных нейтрино. Считается, что эти частицы взаимодействуют с обычной материей только посредством гравитации и, возможно, слабого ядерного взаимодействия. Однако, несмотря на обширные поиски с использованием сложных детекторов и экспериментов, ни один из этих кандидатов не был обнаружен напрямую, что оставляет тайну темной материи неразгаданной. Поиски продолжаются, ученые изучают новые возможности и совершенствуют свои методы. Неуловимая природа темной материи бросила вызов нашему пониманию Вселенной, побуждая нас исследовать новые пути мысли и рассматривать радикальные идеи. Она раздвинула границы физики и космологии, приведя к появлению инновационных теорий и экспериментов. В этих поисках разгадки тайны темной материи появилась новая теория, предлагающая свежий взгляд на эту космическую головоломку. Эта теория предполагает, что темная материя может быть чем-то совершенно отличным от того, что мы представляли себе ранее. Эта теория предполагает, что темная материя состоит из нейтронов с нулевым спином, частиц, которые взаимодействуют с обычной материей, главным образом посредством гравитации. Эти частицы могут стать ключом к пониманию истинной природы темной материи. Эта интригующая гипотеза способна революционизировать наше понимание Вселенной и ее фундаментальных составляющих. Если она подтвердится, то сможет открыть новые области физики и изменить наше восприятие космоса. Давайте углубимся в эту захватывающую теорию и исследуем ее последствия. Продолжая исследование и бросая вызов нашему нынешнему пониманию, мы приближаемся к решению космической головоломки темной материи и раскрытию секретов Вселенной. Представьте себе мир за пределами нашего восприятия, мир, населенный частицами, которые взаимодействуют с нашим миром только посредством слабого шепота, силы гравитации. Это мир темной материи, мир, который долгое время манил ученых своей неуловимой природой. Новая теория предполагает, что этот скрытый мир не так чужд, как мы могли бы подумать, а скорее состоит из знакомой частицы с одним отличием нейтрона с нулевым спином. Нейтроны, как мы знаем, являются субатомными частицами, которые находятся в ядрах атомов наряду с протонами. Они являются строительными блоками материи, обеспечивая стабильность и массу элементов, из которых состоит наш мир. Но что, если существует зеркальное отражение этих нейтронов, частиц, идентичных во всем, кроме одного важного отличия, их спина? Спин в квантовом мире – это внутреннее свойство частиц, подобное крошечному магнитному моменту. Обычные нейтроны обладают спином, равным половине, но нейтроны, предлагаемые в этой теории, имеют нулевой спин. Это, казалось бы, незначительное различие имеет глубокие последствия, делая эти нейтроны с нулевым спином невидимыми для электромагнитной силы, силы, ответственный за свет и большинство взаимодействий, которые мы соблюдаем. Это отсутствие электромагнитного взаимодействия имеет решающее значение для понимания того, почему темная материя остается такой неуловимой. Наши телескопы, предназначенные для обнаружения света излучаемого или поглощаемого материей, слепы к этим нейтронам с нулевым спином. Они проходят сквозь обычную материю, как будто ее там и нет, взаимодействуя только посредством слабого взаимодействия и, что самое главное, гравитации. Эта теория открывает новые пути для исследований, подталкивая ученых к разработке инновационных методов обнаружения этих неуловимых частиц. Разрабатываются усовершенствованные детекторы частиц и эксперименты, чтобы улавливать даже самые слабые сигналы от этих нейтронов с нулевым спином. Компьютерное моделирование играет решающую роль в этих поисках, помогая ученым предсказывать, где и как эти частицы могут себя обнаружить. Поиск темной материи — это глобальные усилия, в которых ученые со всего мира сотрудничают и делятся своими находками. Путь к пониманию темной материи был долгим и полным трудностей, но каждое открытие приближает нас на один шаг к разгадке тайн Вселенной. По мере того, как мы продолжаем исследовать эту таинственную субстанцию, мы приближаемся к более полному пониманию космоса и нашего места в нем. Будущее таит в себе захватывающие возможности, и с каждым прорывом мы приближаемся к раскрытию секретов самого загадочного компонента Вселенной — темной материи. Поиск, направленный на то, чтобы раскрыть тайну этой темной субстанции, продолжается, движимый любопытством и неукротимым. Концепция нейтронов с нулевым спином может показаться радикальным отходом от традиционной физики, но эта концепция коренится в странном и чудесном мире квантовой механики. В квантовом мире частицы — это не просто крошечные бильярдные шары, а скорее существуют как суперпозиция состояний со свойствами, подобными спину, которые управляются вероятностями и волновыми функциями. Идея нейтронов с нулевым спином возникает из теоретических основ, выходящих за рамки стандартной модели физики элементарных частиц, стремясь объяснить явления, которые стандартная модель не может полностью объяснить. Суперсимметрия, например, предполагает, что у каждой известной частицы есть суперсимметричный партнер, потенциально включая партнеров с нулевым спином для нейтронов. Если нейтроны с нулевым спином действительно существуют, то их свойства делают их идеальными кандидатами на роль темной материи. Отсутствие у них электромагнитного взаимодействия объясняет их невидимость, в то время как их масса, аналогичная массе обычных нейтронов, позволяет им оказывать гравитационное воздействие, которое мы наблюдаем в космических масштабах. Но как появились эти нейтроны с нулевым спином? Какие процессы могли привести к их возникновению в ранней Вселенной? И как они связаны с обычной материей, которую мы видим вокруг нас? Ответы на эти вопросы лежат в энергетическом котле ранней Вселенной, где частицы постоянно создавались и уничтожались в космическом танце энергии и материи. В невероятно горячей и плотной среде ранней Вселенной частицы обладали огромной энергией, сталкиваясь друг с другом на невероятных скоростях. Эти столкновения не были случайными. Они были тем самым тиглем, в котором ковались фундаментальные частицы нашей Вселенной. Эти столкновения давали энергию, необходимую для создания даже самых тяжелых частиц, включая гипотетические нейтроны с нулевым спином. Эксперименты на ускорителях частиц на Земле пытаются воспроизвести эти условия, давая нам представление о процессах, происходивших в те ранние моменты. По мере того, как Вселенная расширялась и остывала, эти нейтроны с нулевым спином сохранялись, образуя обширное невидимое море темной материи. Эта темная материя, хотя и невидимая, играет решающую роль в структуре и эволюции космоса. Однако, в отличие от обычных нейтронов, которые, как правило, стабильны, нейтроны с нулевым спином, как предполагается, нестабильны, хотя и имеют невероятно большое время жизни. Эта нестабильность является ключом к их роли в космическом повествовании. В течение огромных космических промежутков времени эти нейтроны с нулевым спином распадаются, и именно в этом процессе распада связь между темной и обычной материей становится поистине интригующей. Распад этих частиц — это не простое событие, а преобразующий процесс, который преодолевает разрыв между невидимым и видимым. Согласно этой теории, когда нейтрон с нулевым спином распадается, он распадается на знакомые частицы — протон, электрон и нейтрино. Эта трансформация является фундаментальным шагом в создании материи, с которой мы взаимодействуем ежедневно. Это сами строительные блоки обычной материи. Протон, электрон и нейтрино являются важнейшими компонентами, которые составляют основу всех известных элементов. Протон с его положительным зарядом и электрон с его отрицательным зарядом притягиваются друг к другу электромагнитной силой, образуя атомы — фундаментальные единицы элементов, из которых состоит наш мир. Это притяжение является краеугольным камнем химии и образование сложных молекул. Таким образом, эта теория предполагает, что сама материя, из которой состоят наши тела, звезды и все, что мы наблюдаем вокруг, возникла в результате распада частиц темной материи — нейтронов с нулевым спином. Этот процесс подчеркивает глубокую связь между происхождением Вселенной и материей, составляющей нашу повседневную реальность. Эта тесная связь между видимым и невидимым добавляет еще один слой чуда к нашему пониманию Вселенной. Она напоминает нам о том, что космос — это сложный гобелен, сотканный как из видимых, так и из невидимых нитей, каждая из которых играет жизненно важную роль в великом замысле.